Здарова, братюнь! Давно не виделись. Сегодня кое-что я подготовил для тебя. Вот так выглядит выход силой, а вот так выглядит выход на две. И хотя эти упражнения выглядят похоже, но разница между ними заключается в том, что одно ты можешь освоить за пять минут, а другое нет. Почему? Все очень просто, потому что мышцы не растут так быстро. Даже если ты обеспечишь все четыре фактора, необходимые для роста мышц, за пять минут они не вырастут. А что такое выход силой? Выход силой это упражнение, в котором ты из положения виса на прямых руках за счет резкого сокращения своих мышц, за счет взрывной силы, делаешь высокое, очень высокое подтягивание, достаточно высокое, чтобы ты мог провернуть кисти и оказаться в положении упора на турнике и затем выжать себя до конца. Собственно, выжать себя не так сложно, самое сложное это дать себе именно вот этот вот стартовый импульс. И вот тут мы приходим к главному моменту. Почему, если сейчас у тебя недостаточно сил для того, чтобы сделать такой взлет, через пять минут их больше не станет? Простая физиология. Твоим миофибрилом требуется как минимум несколько недель на то, чтобы построиться после того, как организм дал запрос. Но здесь есть другой интересный момент. Дело в том, что в России есть два похожих упражнения, которые часто путают друг с другом. Это выход силы и выход на две. Разница заключается в том, что если первое упражнение выполняется именно за счет силы, то второе упражнение выполняется частично за счет силы, частично за счет техники. В принципе, можно представить себе некоторый континуум, где с одной стороны у тебя будет находиться чисто техническая склепка, а с другой стороны у тебя будет находиться чисто силовой выход. Выход на две находится где-то по середине между этими двумя упражнениями, потому что с одной стороны оно требует некоторого технического уровня подготовки, а с другой требует определенного уровня и физической силы для того, чтобы его выполнить. Собственно говоря, главное отличие выхода на две от выхода силы заключается в том, что ты используешь свои ноги во время выполнения упражнения, за счет чего тебе требуется гораздо меньше силы мышц спины, силы мышц рук для того, чтобы сделать взрывное подтягивание и переместить свое тело на турнику. И вот это упражнение научиться за пять минут ты делать можешь, потому что за пять минут действительно можно понять технику выполнения и худо-бедно какой-то выход на две сделать. Но дело в том, что в английском языке подобного разделения нет. Это упражнение называется muscle up, то есть выход силой. Кстати, на русском это упражнение ошибочно называют также выход силы. Мне, правда, абсолютно непонятно, куда она должна выходить, хотя если перенапрячься в попытках выполнить это упражнение, то, возможно, что-то из тебя куда-то и выйдет. Но в любом случае это больше звучит как название для очередной серии «Звездных войн», чем для названия упражнения. Таким образом, когда Крис Херри или огромное количество блогеров-повторюшек говорит о том, что ты можешь научиться делать выход силой за пять минут, они, мягко говоря, лукавят, потому что, естественно, никакого выхода силой за пять минут тебе освоить не получится. Максимум, на что ты будешь способен, это кривой недовыход или какой-нибудь высклепыш, который будет в основном, в первую очередь, выполняться за счет ног, но никак не за счет спины. Тогда зачем же Крис так делает? А делает он это по простой причине хайпа, потому что людям, которые смотрят его видео, которые хотят быть как он, которые тоже хотят делать выходы, приятно осознавать, что они могут прямо сейчас пойти на площадку и за пять минут научиться тоже делать выходы. Именно в этом, отчасти в подобном подходе, кроется секрет популярности кроссфита, который, словно по волшебному щелчку, дал возможность всем людям научиться подтягиваться за счет введения так называемых киппинг-подтягиваний, которые предъявляют намного меньше требований к силе и выносливости участника для того, чтобы выполнять запредельное количество повторений. И да, даже на первом занятии ты худо-бедно можешь научиться несколько раз делать киппинг-подтягивания. В то время как если у тебя недостаточно сил для того, чтобы сделать нормальное подтягивание, то за одну, две, три тренировки ты его никак не сделаешь. Потребуется время, чтобы твои мышцы, в принципе, выросли. Если сейчас у тебя недостаточно сил, и ты делаешь выход на две, а не выход силы, то это не повод расстраиваться. Все переходили, все проходили через этот этап. Главное, сконцентрируйся на отработке техники, сконцентрируйся на том, чтобы делать высокие подтягивания в первую очередь, и как можно меньше задействовать ноги. И тогда со временем, по мере того, как у тебя сила будет расти, у тебя все, наконец, получится. В этом нет ничего сложного. Если тебе понравился этот ролик, и ты хочешь поддержать наш канал, загляни на страницу проекта на сайте Patreon. Ссылка в описании.